Украинские подписчики могут остаться без газет, а сами газеты и вовсе исчезнут, если Укрпочта выполнит обещание и снова повысит тарифы на доставку периодики. Впрочем, в надсоюзе журналистов возмущены не только этим. Компания до сих пор не перечислила редакциям печатных СМИ деньги, полученные от граждан за подписку на 2017 год. Если будущее у периодики, узнавала Ирина Романова. Не успели редакции газет пережить подорожание подписки 2015? Как стало известно, Укрпочта собирается поднять тарифы на доставку газет еще примерно на 50%. Насколько точно, станет известно, когда Минюст одобрит приказ Мининфраструктуры. Главреды в ужасе говорят, теперь газеты можно спокойно закрывать. 4 апреля должна быть объявлена официальная подписка на второе полугодие этого года. Но до сих пор ни запорожская дирекция Укрпочты, ни тем более издатели, ну не только Запорожской области, а и всей Украины, не знают, по каким тарифам будет производиться доставка периодической печати. И самое главное, мы не можем объявить реальную цену, которую заплатит подписчик. И это уже не первый сюрприз от Укрпочты, отмечает главный редактор Запорожской газеты. До конца января она должна была перечислить печатным СМИ деньги за подписку 2017. Но многие ждут их до сих пор. Деньги собраны были еще до 25 декабря этого прошлого года. У нас есть обязательства перед типографиями, перед налоговыми службами, перед нашими партнерами. Мы задержали объективно платежи, но возросла себестоимость нашей деятельности. Из собранных около 500 миллионов, уровень долга за подписную кампанию 2017 года, проведенную в 2016, менее 50 миллионов. То есть это 9%. Мы планируем с этими долгами рассчитаться в течение марта месяца. Тариф за доставку, по которому читатели оплачивали подписку 2017, не менялся уже два года, объясняет Укрпочте. В отличие от коммуналки, стоимости газа, электроэнергии и зарплаты. Поэтому предприятие просто вынуждено повысить тариф. Мы установили вместе с субминистерством уровень тарифа для районных газет на нулевом уровне рентабельности, для областных газет на нулевом уровне рентабельности и лишь для общегосударственных газет на уровне 9,8%. В результате очередного подорожания, посчитали в одной из райгазет, доставка с июля составит 135 гривен. А подписная цена 330. Это без админрасходов и коммуналки, жалуются главред. Чтобы покрыть еще и их, стоимость подписки одного экземпляра нужно поднимать до 400 гривен. Кто по такой цене будет подписываться на газету, непонятно. Мы в Национальной спелке журналистов Украины, в целом газетеры, протестуем против этого решения. Мы считаем, что фактически мова идет про сгортание простору, украинского медиа простору. Сегодня мы соберем тот подход, когда менеджеры Укрпошты на автомате намагаются, действительно, возможно, какими-то волевыми решениями врятовать свое предпринимство. Но нужно понимать, что это не какой-то отдельный и один из видов бизнеса, а это на сегодня большую меру, мы говорим, монополист. В Национальной спелке журналистов требуют от Укрпочты экономически обосновать новые тарифы, чтобы редакциям было понятно, взяли их не с потолка. И готовят открытые письма к президенту, премьеру и спикеру с требованием вмешаться в ситуацию. Ирина Романова, Олег Решетняк, Сергей Бордюжа, подробности, телеканал Интерн.